ангелина привет привет мы с тобой находимся на байкале прямо на берегу байкала на острове альхон на завершающий день ретрита я жду с нетерпением твоих впечатлений вот этой поездки на я хочу сказать на самый классный ретрит который у меня был самый кайфовый самый такой гармоничный я бы сказала и конечно безусловно такое место силы как байкал она предполагает трансформации она предполагает погружение вглубь себя и это невероятный опыт и я очень благодарна что такое происходит со мной в жизни тебе открывались энергии байкал каким-то особым способом как это для тебя было ну конечно здесь именно вот эта вот энергия она присутствует везде и в каждом месте где мы были и в каждой практике тебя наполняет вот эта вот энергия байкала и то что я прожила но это ни с чем не сравнимый опыт потому что здесь место действительно уникальное ты приехал на ретрит светланы лавровой и не впервые ты приезжаешь на ее программу что ты находишь в поле этого человека в ее практиках какая для тебя происходит трансформация что с тобой происходит поделись двух словах ну наверное это мой путь который я себе когда-то запрограммировала когда-то я поставил намерение встать на этот путь и с каждым ретритом ретритом шаг за шагом я иду по этому пути и с каждым разом раскрывается все больше и больше и сейчас уже вообще все больше ясности и пониманию вообще о чем эти ретриты и о чем говорит светлана потому что на первый ретрит я приехала вообще не понимаю куда я приехал и что здесь будет происходить просто на каком-то вот внутреннем импульсе на каком-то отклики и сейчас я вообще понимаю куда ведет света в какую глубину в какое проживание себя и это действительно путь и вот я сегодня еще об этом думала что все вот эти трансформации складываются в единую дорогу лучше действительно это интересно если сравнить вот твой первый ретриты то что ты тогда думала представляла как видела себе сам ретрит то что дает светлана это что сейчас давай вот эти вещи сравним расскажи что это было и как это сейчас ну на первый ретриты ехал я уже думал все-таки прокачанная я уже прям такой гуру мастер вот и очень много было надумано очень много было конструкции каких-то наложений мыслей форм и и они все у меня как бы ну ушли со временем на вот за этот год и уже проявляется вот это действительно истина вот это то что мне вот этих всех каких-то надумок о себе конструкции каких-то эгоистических может быть программ и она все как-то ушло и потихонечку пробуждается моя истина и в принципе в глубоко глубоко в душе я к этому и стремилась просто еще не понимала вот а сейчас конечно это совершенно другие состояния совершенно другие понимания и восприятие себя и окружающего мира ты сказала та глубина на который ведет светлана то глубина раскрытия самого себя понимание самого себя скажи в двух словах как для тебе открываются эти фразы о чем ты думаешь когда говоришь об этом ну я думаю о том что глубина это то что скрыто то что не видно на поверхности и ты не видишь насколько там глубоко и на самом деле я вот сейчас смотрю на большинство как бы людей все что происходит в современном обществе она где-то такое поверхностное то есть и той истины себя той глубины себя ее не видно и вот это вот погружение это страшно порой это порой не очень комфортно да но это то что скрыто вот даже от самого себя очень старательно и туда прям надо погрузиться и это наверное то чем я думаю когда говорю про глубину тем не менее мы знаем да что светлана ведет автономный образ жизни жизнь без еды и воды изначально это то что привлекло тебя меня нас всех сюда и как вот эти вещи которых ты сейчас говоришь связаны вот с тем образом жизни о котором мы знаем когда думаем о светлане но напрямую связано на самом деле когда ты находишь хотя бы чуть-чуть вот эту глубину у тебя раскрывается такой радость такой восторг такое вдохновение что еда уходит как бы на задний план и ты думаешь о ней все меньше и меньше и тебе по факту это не так интересно ты начинаешь наполняться именно из своего источника из своей внутренней какой-то радости своего вдохновения и ты не чувствуешь что ты голоден тебе не нужны какие-то другие источники наполнения ты сам себя наполняешь поэтому тут вообще прямая связь ангелина что ты могла бы пожелать давай сама себе которые посмотрят это видео в будущем в будущем которого нет в будущем которые здесь и сейчас едины ну я бы вот именно с байкала какой мы туда пошлем подарок ангелине которая откроет это видео однажды хотя ты не смотришь свои отзывы смотрят все кроме меня да я бы себе наверное хотела пожелать верить в себя и знать что я могу вообще все и я творец своей реальности на сто процентов и я такой масштаб такая глубина и бесконечное расширение и наверное я бы пожелала себе не не забывать об этом быть в своей сути проявляться из своей истины и любить себя этот мир благодарю тебя за отзыв и счастливой дороги домой ждем тебя снова на программах светлана ну конечно ждите я приеду всем пока